Так, тут у нас не педагогическое занятие, но хорошо, окей. Дети, не учитесь, это не всему, что делает учитель, не учится. Да, да. Знаете, ведь Хасидов, среди всего прочего, обвиняли в том, что именно они ввели курение табака в еврейский язык. Да. Да, то есть до этого это как-то не очень, но все-таки вы учитываете, что в нашем регионе табакокурение, оно начинается с Петра Первого, да? До этого курение... Наш регион это где? Это Ближний Восток, либо это Россия? Нет, наш регион это Россия, мы же о Хасидах говорили. А я не понял, при чем тут Иерусалим и Петр Первый. Турки, я не знаю, когда это произошло, но дело в том, что оно сюда пришло как родное абсолютно, какое-то табакокурение, как-то с легкостью необычайной. И турка без трубки представить невозможно. Такое чувство, что они с ней рождаются, ну я не современных турок имею в виду, а тех, тогда давечных. Так вот, то, что там Бешт курил трубку, это одно из таких вот, одно из обвинений Хасидов, что курение табака, табакокурение, это они ввели в еврейский мир. Да, значит, я сегодня вот хотел рассказать о человеке, который на самом деле вот до сих пор мы говорили о людях очень известных в популярной, скажем так, литературе. Естественно, Бешт, Естественно, Межерич, Естественно, Рабишный Рузалман, Естественно, Раби Левийцек и Естественно, Рабинахман. Вообще, надо сказать, что поименный список крупных цадиков на этом кончается. Обычно люди тяжело вспоминают, кто. Но при этом, так как все читали идишевских авторов конца 19 века, то они очень много говорят о цадиках. Так вот, весь анекдот состоит в том, что никто из перечисленных лиц, ни Межеричер, ни Братславер, уж тем более не Хаббат, никто из них не является цадиком в классическом смысле слова. Вот когда вы говорите про цадика и его двор, никто из них таковым не является. Двор типа цадиков держал Раби Лемелых из Лизянска. Из Лизянска, по-моему, про это произносит. И, собственно говоря, польский хасидизм, а это свойство польского именно, ну, польского и украинского хасидизма, ну, и западно-белоросского, это цадики. И во главе всех вот этих хасидских направлений, родоначальникам всех, причем вот всех практически без исключения, они все более-менее родственные, это самое, хасидские дворы. И большинство по именам, если мы начнем перечислять хасидов, они все так или иначе сведутся к человеку, который известен как Раби Янкев из Люблина. Он же Азейры из Люблина, он же Хозе в современном языке, его имя переводится, Прозорливец, да, Прозорливец из Люблина. Вот на самом деле все дальнейшие дворы так или иначе ведут к нему. Значит, ну вот, ежели там говорить об учениках, если просто начать учениках и учениках его учеников, то, чтобы было понятно, с кем мы имеем в виду, это хасиды Пшискир. Ну, самый знаменитый, это Аид из Пшиска и Раби Синхебуным из Пшиска. Львовские Раби, Стирлийские Раби, Бельзовские Раби, Котские Раби, Калиши Раби. Этих вы не знаете заведомо. Это жидичи, Хасиды Жидичи, Карловские Хасиды, Робшудские Хасиды. Кто там еще? Я просто пытаюсь только известных называть. И Цанзах, Хасиды Цанз и Гурские Хасиды. Вот все перечисленные – это его ученики. Вот все перечисленные – это его ученики. И когда вы там скажете, идете по Иерусалиму и любуетесь Хасидами, то вы с удивлением обнаружите, что, и начнете по именам называть дворы, вы обнаружите, что все они так или иначе сводятся к Зейре из Люблины. Вот при этом, вот удивительно, человек малоизвестный в широком мире, и он на самом деле и в ученом мире не шибко известен по причине того, что, собственно, у него, после него осталась практически одна книжка. Это Тарадемет, что ли, как это называется, значит, Девреемет, который является, ну, собственно, тут надо, значит, выглядеть так, что от Рами Левицикой тоже осталась одна книжка, это «К душат Левицикой». И та, и другая книжка по форме являются непоследовательными изложениями какого-то учения, а по форме и та, и другая книжка являются, ну, образцами, лучшими образцами толкований на недельные разделы в основном. Иногда есть отступление к книгам, другим книгам Танаха, и есть некоторые, иногда бывают там некоторые толкования о праздниках и иногда к Талмуду есть там. Это, кстати, это обычная форма хасидской книги. Вот, скажем, главная сегодня хасидская книга, которой все пользуются, когда смотрят какой-нибудь хасидский ворд, хотят привести в своей лекции, то смотрят, вот, например, на книгу Шерми Шмуэй. Нет, ну, я ее, так сказать, не буду, но в ней девять томов вообще-то. Девять томов мелким шрифтом. И все это по форме представляет сборник толкований к недельным разделам из разных годов, отобранные, естественно, они прошли какую-то редакцию. Да, книгу Шерми Шмуэй я упоминаю по причине того, что традиционно сегодня считается, что это последняя хасидская книжка. Вот просто последняя. Вот после нее хасидских книг больше не существует. И даже книга Вайоэль Моиша XX века, как бы о ней забывают регулярно. Ну, наверное, потому что она настолько антисионистская, что еще некуда. Но опять надо заметить, что автор Шерми Шмуэй, последняя, значит, хасидская книга, это именно польская книга. Именно вот эта вот, вот эта линия, которую начинает Хасидский. Значит, биография у него, значит, ну просто годы 1745-1815 год, август. При этом, собственно, практически он прекратил, он уже серьезно болел. Я расскажу эту историю. Он серьезно болел от Синхат-Тары осенью того года, ну в смысле еврейского года. То есть полгода, почти год он болел. Значит, биография, на мой вкус, неинтересная. Он стоял во главе двора. Классический цадик. Вот когда вас интересует, что такое цадик, это надо знать, что. Это он и вся, я даже не знаю, какое слово употребить, теория будет неправильна. Значит, ну давайте, по-моему, пришло время поговорить о цадиках. Я хочу заметить следующее, что у Бэста сама теория цадика не была развита. Вот дело в том, что у польского, украинского, ну в общем, вот этого, хасидизма, кроме вот совсем древних ветвей, которые откололись от основной ветви раньше созданной, Братславской, Хаббат, ну вот эти. Роль цадика сильно иная, и у них теория цадиков не была развита. И вот теперь это довольно важно. Значит, значит, цадик появляется как некоторая идея промежуточного звена посредника между хасидами и небесами. При этом он одновременно является и земным руководителем общины. Значит, замечу, что никогда в еврейском мире такого не было. Вот то, что это новость полная, появление идеи цадика как посредника между хасидами и небесами, это новшество и огромное. И думаю, что в основном эта идея, как идея, как таковая, она идет от Раби Элемеллаха из Лизанска. Он здесь самый ответственный. Но если бы не Раби Янгев Ицха Казейра из Люблина, в теории бы это не развелось. И я хочу заметить одно, что первоначально идея хасидской идеи, я рассказывал это, но я хочу вернуться к этому месту, состояло в том, что собираются хасидские общества, которые очень активно изучают кабалу и живут по кабале. Вот возникновение хасидизма до Бештовской даже. Вот перед Бештом уже были эти общины, они были, ну, например, Раб Зейф Китцес, Мишу Венер Нахманке, это Раби Нахман из Городанке, депат Раби Нахман из Братслава. Они были до Бешта, до появления Бешта были, возникли такие общества, такое общество было в Люблине, такое общество было, ну, я не буду сейчас перечислять все города, и, собственно, появление Бешта в Меджи-Буже, оно было связано с тем, что его призвали именно к созданию такого общества. Замечу, что речь не шла об непосредственном окормлении хасидов, не хасидов, а людей вокруг, простых людей. Речь шла о самодостаточном обществе людей, которые собирались жить по Кабале, именно жить по Кабале. Так возникает хасидизм. Введение Бешта, вот появление Бешта, что изменило в этой истории? Бешт начал, вот это Ефуцу, Майнасаха Хуца, то, что, или там Хаббат, по-моему, произносит в другом произношении, Шейфуца Майнасаха Хуца. Нет, я не знаю, как Хаббатник сегодня произносит этот фазу. Значит, когда распространятся твои источники наружу, вот буквально от стата, из письма Бешта, то идея состоит в распространении идей. И хасиды первоначально, они как бы простые люди, которые жили по Кабале, не зная Кабалы. Вот это открытие Бешта. Вот это открытие Бешта. Жить по Кабале, не зная Кабалы. И понимание ценности такой жизни. Это то, что Бешта. При этом, когда мы говорим о следующем главе хасидизма, Магеде из Мажеричей, период это короткий, рабе из Мажеричей недолго, правило по СВ, что он умер, то это чистая такая большая ешива рабаней хасидуд, будущих отцов хасидизма. Там 36, ну, все знают, почему 36, если кто-то не знает, я могу сказать, но 36 великих рабец, которые там находились, которые там учились, известно даже, в каком порядке, они приезжали туда и оттуда он рассылал, вот тут очень важный момент, сам Мажеричер их оттуда рассылал, указывал куда, чем заниматься и так далее. Но пока это еще не цадики. В том смысле, в каком это слово упоминается на Украине и в Польше. В этом смысле цадиков еще нет, хотя рабе или мелах из Лизанска, он ученик Мажеричера. Прямой, непосредственный, он там находился, он там учился. Значит, рабе или мелах, вот здесь очень важно упоминать, рабе или мелах уже практически сразу после, когда он начал, принял на себя руководство некоторой группы хасид, а мне надирает на самом деле рассказать некоторую притчу рабе Симхе Бумиме из Пшисха. Значит, дело в том, что рабе Симхе Бумиме из Пшисха, он человек вредный Техидный. Кстати, среди всего прочего, он еще и но наслеп к концу жизни. Значит, и не к концу жизни, довольно долго бы футбол. Чтобы было понятно, он ученик того героя, о котором я говорю сегодня. Он прямой ученик Хозе из Люблины. Азейра и Люблина. Значит, и тут я не могу не рассказать вот по поводу того, что вот Гесты, вы представляете, да, Пшисхер держал двор, он был классическим цадиком. Поэтому то, что вы сейчас слушаете, вы слушаете то, что говорит классический цадик. Сказал Раби Бунин. Да, чтобы было понятно, Раби Бунин, я его очень люблю, но при этом у него, по-моему, даже толком книжки с проповедью не осталось от него, потому что все сборники Пшисхера, которые я знаю, это его ворды. Это его очень короткие высказывания по разным темам. Основные его книжки, хотя он считается из хахмейхасидут, из ученых. Значит, я зачитываю просто. Сказал Раби Бунин, когда Бешт, святой Бешт, начал учить весь мир учению, хасидскому учению, собрались хасиды вокруг него, и между ними вошел сатана, а именно Ецаргора. Ну, классика, для тех, кто не знает наизусть цитату, это классическая цитата из Талмуда, Ецаргора, Гу, извините, Гу Сатан, Гу Ецаргора, Гу Малахмавет. Значит, дурное начало человека, Сатана и Ангел Смерти, это одно и то же лицо. Это то, что в том, есть по этому поводу, но там классическое, с незапамятных времен толкование к этому месту, что Сатан соблазняет, Ецаргора действует, а Ангел Смерти наказан. То есть, как бы, это один процесс на самом деле, друг за другом идущий, это не надо их подождущить, но тем не менее. Значит, и зашел между этой группой Сатан, Сатана, он же Ецаргора, дурное начало в человеке, низкое начало в человеке, животное начало в человеке, хотите, и собрал он свое собрание Сатан небесное и закричал тяжелым криком горьким. Цоэк цаака гдола умара, вот тут надо умара, тут надо знать этот стиль, громко и горько, вот, я очень люблю, потому что в русском вот это вот выразительно, горький крик, который стандартный игрок. И собрал он всех свое, значит, свиту, Сатана, и спросил, что делать, ибо хасиды бэшта сожгут мир своей святости. отсылка к рабище Бар-Йохаю, к его сыну, который сжигал мир своей святостью, очевидно. Сесили, значит, это, значит, вся эта братья, и стал обсуждать. И тут Ецар-Харан, дурной начал человека, нашелся идею. Следует хасидам бэшта присоединить эрефраф. Вот это стиль, тут хасидский стиль, надо понимать. У них на каком бы языке они ни говорили, они туда вводят кучу еврейских терминов стандартных. Эрефраф это скопище всякого разного народа, сброда всякого. Так и сделали. Пришли они к хасидам и сказали, молодцы. Вы кошерные хасиды, вы все возлюблены небесами, все вы отборные и лучшие евреи, которые здесь существуют. Но что ж хорошего из этого выйдет? Вы всего два, вас всего два или три в каждом городе. У вас даже нету меня на что помолиться в общине. У вас даже вы миньян собрать не можете. Пошел Гетцархара, то есть дурное начало в человеке, он же сатан, и на поиске, чтобы найти для них еще семь или восемь человек в каждом городе, чтобы дополнить доминьян, чтобы хасиды могли собрать миньян. специально подобрал, чтобы хасиды были бедные и чтобы у них не было денег на свиток торы. Ежели миньян, то синагога нужна свиток торы. А свиток торы стоит дорого. Чтобы было понятно, свиток торы не может стоить дешевле, чем год работы сайфера. Дешевле этого он стоит не может. Отсюда считайте. Плюс стоимость материалов. Но стоимость материалов на фоне года работы сайфера бледнеет. Дешевле этого свиток торы не стоит. И нужно еще в синагоге поставить амут, стол, на котором будем читать свиток, и всякие остальные расходы. Пошел Ецар Хара, он же сотен, и нашел среди людей, среди своих людей поискал, и нашел одного богатого человека, чтобы он молился вместе с ними и содержал их молитвенный дом на свыщем. И когда увидел Ецар Хара, что так случилось, то сказал, ну, с этого момента я уже хасидов бешновских не боюсь, ибо моих хасидов среди них большинство, а по этому поводу они и будут решать как будет. завершил свой рассказ тяжелым вздохом и сказал хасидов 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 большинство моих хасидов это хасидов вот эти, которых создан предел. Ну, вот такая вот история. На самом деле, что в этой истории ценно? В этой истории пшельской ценно то, что она действительно реально рассказывает историю хасидизма. От вот этих отборных хасидов бэшта к массовому движению. Массовое движение, оно другим другим иначе. По этому поводу Раби Элимэлах из Лизянска довольно четко и честно называл свою деятельность как цадика ярмарка цадика. Вот ярмарка была, слово балаган мне не хочется употреблять, ярмарка, ярмарка. германка как хотите, я не знаю, как там, на том произношении надо говорить. Значит, причем тут надо еще знать, что он употреблял ивритское слово, в этом случае ярид, базар на иврите. Современные слова так не говорят, говорят шук от слова улица, но вообще старое слово базар ярид или геребя. Так вот, это спуск. По этому поводу вторая вещь, которая здесь есть, и рабе Элемеллах из Лежанской, это пишет, у него важнейшая книга для понимания хасидизма Ноам Элемеллах, ее тяжело читать, я не хочу оттуда читать отрывки, и она несколько такой стиль, ну, очень хасидизм, он, собственно, определяющий стиль, да и не стиль хасидизма, стиль письма. Значит, так вот, цадик спускается по ступенькам с небес, высоким небес, в материалный мир, чтобы собрать в нем божественные искры. Что такое? Да, при этом учтите, что цадики регулярно не просто, это не просто двор. Когда говорят двор, надо понимать это в более средневековом смысле. Это не то, что цадик сидит в каком-то там дворце и ждет клиентов. Цадики регулярно объезжают регион. И, например, там, не буду пока поименно, но один из величайших цадиков, у него была позолоченная карета, в которой он езжал. Вы представляли. А за ним едет цвитер. Это не бэшт, который садится в телегу и едет. Причем про бэшт, это регулярно, но слово телега, это слишком романтично, у него была коляска для дальних путешествий, но представьте себе такую коляску. Значит, так вот, это такой, значит, цадик спускается с небес на землю, чтобы собрать святые искры, но при этом самое важное, чем он занимается, когда он собирает небесные искры, он занимается земными делами своих хасидов. Здоровье, парносы, заработок, семья. Тот, кто не слышит то, что я говорю, это опять вот важнейшая цитата, вот учтите, что это одна из самых важных цитат иудаизма, которую надо знать. Она из Толмуда. Человек обязан лаять, как собака, гав-гав. Гав ланова. Гав-гав, хай, гав-мазоны, гай-боням-дихрин. Гав это арамейская дай, поэтому вот отсюда вот эта шутка по поводу должен лаять, как собака. Гав-гав-гав. Дай-дай-дай. Вот что лает собака? На арамейском собака лает дай. Дай, дай нам еду, дай нам здоровье, дай нам долголетие, извините, дай нам детей мужского пола, боням-дихрин. Там так сказано. На иврите, кстати, современное вот это уточнение, которое там стоит в конце, боням-дихрин опускают и говорят просто боням-дихрин. Значит, по этому поводу главные просьбы все знают. верующий человек обязан молиться за это. Вот это очень важная вещь в иудаизме, которую надо хорошо понимать. Человек обязан молиться о земных делах. Тот, кто этого не делает, мектане имуна. Обратите внимание, что важно. У него есть ущерб в вере. Он не просит это с небес. Человек должен просить это, причем как пёс голодный должен просить. Такой очень важный акцент. По этому поводу, чем цадик занимается, он занимается вот этим. По этому поводу через цадика происходят вот такие взаимообразные отношения между небесами, а хасиды, люди верующие, они готовы молиться за три вот этих вещи. И значит, хасид обращается к Богу через цадика. По этому поводу отношения хасида с цадиком, они выходят за обычные пределы. Вот это не приезд к святому, потому что приезд просто к святому какому-то тут святой приехал в город, это нет, это не так оформляется, это не так воспринимается, это не так чувствуется. Это важная вещь, снаружи это может показаться, но на самом деле отношение чуть тоньше. Хасид должен с цадиком образовать некоторую мощнейшую связь, причем связь на уровне души, он должен принять главенство цадика. При этом вот что мы находим в Норм-Эль-Мелых, вот в главной книге Раби Эль-Мелых из Лежанска, там есть некоторая важная вещь, что отношение если Хасид выбрал себе цадика и ходит к нему, есть к нему, прилепляется к нему, тут слово двекут нужно употребить, которое, кстати, между прочим, двекут до тех пор употребляется только по поводу отношения двекут это прилепление по отношению человека с Богом. Здесь идет двекут между людьми, между Хасидом и цадиком. И по этому поводу Раби Эль-Мелых пишет, что ежели какой-то Хасид сумел истинно прилепиться к цадику, это означает, что их души происходят из одного источника еще до рождения. То есть она, эта связь, она началась до того, как эти два человека появились в мире. и по этому поводу важно тут я опять не буду входить в теории, эти теории восходят кори, вот здесь надо честно сказать, что эти теории восходят кори, по поводу того, что теперь слово шефа наеврит благодать, я вообще считаю, что правильное слово благодать, но как-то оно по-моему сильно замазано, или в наше время его прекратили так, несколько легче воспринимать. В мое время слово благодать воспринимали очень плохо. По этому поводу через хасиды, через душу цадика идет вот эта шефа, эванация, благодать в наш мир из верхних миров. И по этому поводу нужды хасидов регулярно выполняются через чудесные всякие дела. В таких случаях говорят мовти. Значит, вот это значит и есть та самая идея, которая у Люблинского прозорливца. при этом я вот чтобы сразу было ясно, что исходное вот у Хабада, вот тут важно сравнить с хабадским вариантом, у Хабада в этом смысле этого нет. И никогда нет. у них была связь между Рэббой и хасидами, но это связь нигде. Рэббе никогда не воспринимался как посредник между небом и землей. Рэббе это наставник. Это человек, который чудесным образом видит, вот связь между Рэббой и хасидом есть, он чудесным образом видит душу хасида, он знает, что нужно для развития души хасида, он может дать совет, причем это совет обязательно к исполнению, это не просто совет, это хораа, это указание на уровне галахическом. Рэббе это тот, на которого надо взобраться, чтобы залезть на небеса, он тебе покажет дорогу на небеса, вот это хабадский хор. Но вот в этом польском хасидизме классическом Рэббе это тот, кто вот вещь немыслимая для хабада старого, это квитл, вот квитл это в русском языке кстати слово есть по-моему квиток от этого же слова, это польский, это записочка, которая суют, который приходит, суют Рэббе с нужными, чтобы он помолился. Да, и Рэббе они по определению чудотворцы, просто по определению. Значит, надо сказать, что через поколение тот самый, тот, кого я сейчас зачитал, Рэббе Симха Бунем из Псисха, несколько ехидно проходился по вот этому польскому обычаю, он пытался все-таки несколько снизить уровень чудеса Тестерэбе, хотя сам был таким же, и пытался доказать, что Хасид несколько более свободное существо, чем было принято в этом движении Хасидзма в других дворах, тем не менее, это такая отдельная тема. Но, тем не менее, вот Хасидзм, вот этот Хасидзм дворов, он именно вот понятие цадик, оно вот идет отсюда. По этому поводу Ахозе излюблено, собственно говоря, почему я говорю про него, хотя ссылаюсь со временем на книгу Ноам Алименов. Потому что вообще вся теория цадиков, она развита в книге Ноам Алименов. В книге Рэббелли Меха из Лизянска. Другой разговор, что ее мало кто читает в наше время. Нет, она выходит, она стоит на полках, вот, она тоже стоит. Вопрос, насколько вас тянет к такого рода вещам. Вопрос, тут же всегда в книгах такого сорта есть вопрос, ваша книга или не ваша книга. чувствуете душевные движения к тому, что пишите. Но это теория, но практика идет вот именно от Любленера, от Азейры Хасидизма. Значит, его звали, вот теперь происходит довольно смешная вещь. Про него, у него сложилась слава, да, чтобы было понятно, один из самых знаменитых людей, которые были в истории Хасидизма, это раби Гиржи Хаят или Шамиш, или ну, слушка, человек, который не получил толком образование, он рано осиротел и был вначале учеником Портнова, потом стал слушкой при Рэбе, и там потихоньку сам стал Рэбе. Человек, который считался по тем временам абсолютно необразованным, хотя лист Толмуда читал с легкостью, он научился всему этому. Фокус был в том, что его трижды снимали с должности цадика главы других дворов по причине того, что такое невежда не может быть цадиком. И трижды, и с каждой раз возвращался, потому что этот действительно был чудотворцем. Этот был настоящим чудотворцем, здесь как раз споров нет. Значит, это вот такая вот фигура исключительная абсолютно там. В хасидском мире это, по-моему, единственный такой случай, но про цадик не стар мы не говорим, вообще Рэбе Гирш должен быть цадик не стар, но в этот момент почему-то так сложилось, что он стал вместо того, чтобы стать не старым, он стал, тайным цадиком, он стал открытым цадиком, это редкостная такая история, про него это отдельная история, он интересный человек, при этом он честный человек, и когда его снимали, он честно уходил с должности, он обходил, он говорил, что он недостойный, он вполне, но потом потихоньку людям нужны чудеса к нему, с клиплами, с теми самыми записничками приходили, и он опять потихоньку вдруг, вдруг выяснилось, что он опять цадик во главе двора, само так получалось. Значит, теперь история с главной, значит, Ахозе излюблено утверждается, что он был, мог предсказать будущее человека, историй на это тело достаточно много, они не очень интересны, потому что они стандартные истории, причем иногда там он предупреждал, что человек грозит крупные неприятности, заранее надо сделать то, то и то, причем таким чудесным образом это сработает. Кстати, вот при этом вот один из такой будущих крупных рабей из Руджина, которого вообще хасиды считали, его хасиды, а его хасиды, это, по-моему, пол Польши тогда, еврейской, вообще его считали Машехом, но у него была грандиозная способность, люди вокруг него богатели, у него вот такой талант был, вокруг него люди богатели, и по этому поводу, вот он ездил, кстати, на золотой карете ездил, ну, золотой, злощеный, естественно. Такое свойство было, про которое все знали, что люди вокруг него богатеют, причем так весьма обстоятельным образом. про Хозе излюблено, про вот этого цадика излюблено, самая главная история, это история конца его жизни, которая рассказывает, она существует в некотором количестве вариантов, дело в том, что вот кого не любили москилы, так это его, но они вообще всех польских цадиков не любили, и считали, что польские цадики это главная преграда, вот ежели их убрать, то весь еврейский народ дружно ринется, образовываться и реформироваться, а у них они в этом смысле были помешанными совершенно, тоже хасидами, только вот с той стороны. Значит, по этому поводу истории, которые я рассказываю, существует двух вариантов, в этом самом москильском и хасидском, а история выглядит так, что вообще Азейра из Люблина говорил, что вот-вот придет Машех, а так как он доказанный как бы прагидец, не пророк, учтите, все-таки евреи различают разницу между прагидцем и пророком еще со времен Танах, то он утверждал, что вот-вот придет Машех и в 10-м по-моему году, в 1810-м, да, он умер в 15-м, я еще раз повторяю, вот, здесь важно, в 10-м где-то году, в том году умер Раби Левицык из Бердичева, он обещал по словам Хозе излюблено, когда Раби Левицык умирал, он сказал, что он не спокоится в высшем мире, пока не придет в этот мир Геула, пока не придет в этот мир Машеха. По этому поводу, значит, и Хозе излюблено считал, что Раби Левицык действует в высших мирах, и более того, утверждается, что с небес Раби Левицык ему подсказал, когда надо заниматься этим. Кстати, по хасидской легенде, для того, чтобы Раби Левицык прекратил свою былую деятельность по приведению Геулы досрочной на землю, его назначили ангелом субботних свечей, чтобы ему некогда было досаждать небесному престолу. Кстати, болитва, классическая болитва, которую читают еврейские женщины при зажигании свечей, она его. И составленная болитва Раби Левицыка как «Я могу порыться, где-то найти негун этой молитвы». Это тоже утверждается, что его негун. К сожалению, этот негун, который я пытался дойти, он на физгармонии исполняется, а не пение. Значит, по этому поводу он призвал классика полная, такая же, как когда-то проделал Раби Йосиф Коро, собрал несколько крупных раввинов для того, чтобы исполнить задуманное. не перечислить, все равно это не важно. Но там случилось в 2010 году и назначена была большая встреча на эту тему, для того, чтобы привести Геула на Роша-Шана, извините, на Симхат-Тура. Значит, Симхат-Тура это последний день суккот вне земли Израиля, восьмой, девятый, да, будешь уже, девятый день суккот вне земли Израиля. Значит, и они должны были собраться и ну, опять, это классика хасидская, собственно, о том, что Роша-Шана Небесный суд, Йом-Кипур идет очищение и апелляции исполняются, а Суккот и Симхат-Тура это такое еще одна апелляция через радость. Схема, ну, там, ближе день, в другое месте расскажи, но это такая хасидская классическая схема. Значит, по этому поводу Симхат-Тура как лучшее время для приведения Геулы должно было собраться великое собрание. Еще раз, это 1814 год, сентябрь, ну, Россошина, сентябрь, октябрь, конечно, уже, да, значит, но тут случилась трагедия, что да, сам Зейра из Люблина предупредил хасидов, что уже этот Тэш-Бааф прекратит быть трауром в грядущем году, который будет, но ничего особо не вышло, во-первых, потому, что перед этим погиб один из участников, предстоящий рабист Коженица, Коженица. Причем, он умер в эрф-сукот того года, о чем, кстати, Люблинар не знал, о чем наш герой не знал. После этого, значит, те, кто должны были придумать, не смогли выбраться из Кракова. И в это время в краковской синагоге, в Йом-Симхат-Тара вдруг разбились окна, и присутствующий там Рафт Ланимус, это автор Маорга Шемеш, такая хасидская книга, из важных хасидских книг, сказал, что в Люблине что-то случилось. Значит, третий участник этой встречи Рабинафтали из Ропшиц, одно из важнейших хасидских дворов, с мощнейшим, малоизвестным по имени влиянием, но именно Ропшиц стоит, именно идеи Ропшица стоят в основе учения Рава Кука, он очень под мощным влиянием вот этой школы Ропшица, находятся, вот обратите внимание, вы не знаете школы, но это важнейшие вещи, которые влияние очень сильное, идея Ропшица, и чтобы было понятно, главный хасид из этого движения, его все знают, это Рав Корлибах, поющий Рэбит, это Ропшица, это вот эта школа, и он никогда не скрывал своих, я не помню, какой он называл, но это под школа Ропшица была, то есть это важнейшая вещь, и, кстати, негуны Ропшица, они там очень, очень, такие довольно интересные негуны, это поющий хасидский двор всегда был, и то, что он в 20 веке, обнимание, мало кто знает имя, что это Ропшица, но многие знают представителей этого движения, это очень важная такая вещь, и кукисты, кукисты или кукианцы, как вы хотите, чтобы я произносил, чтобы было достаточно уважительно по отношению к этому движению, они Росбиц-Избица, вот тут, вот через дефис, Росбиц-Избица упоминают, вот, ну, не на каждой, конечно, странице, но через страницу они появляются, то есть это очень важная такая вещь, и она, ее влияние огромное в 20 веке на самом деле, но вместе с учением Рава Кука оно через него происходит в 20 веке. Значит, значит, он в Симхестойру, Раф Напталиев находился в синагоге, естественно, танцевал, как положено хасидам. Да, для тех, кто не знает, вечерние танцы в Симхестойру это хасидская обычай, у миснагедов нету такого, у миснагедов только дневные, но вот в московской синагоге это было очень смешно, московская синагога, например, она вечерних акапот не делала, хоральная синагога, большая хоральная синагога, их было не положено, потому что бывают только дневные, но при этом в малый зал был хасидский, по этому поводу там было запрещено начинать вечерний акапот, пока главный рад сия Москвы не кончил службу в большом зале, потому что он тоже хотел в нем участвовать, и по этому поводу там перерыв на кедуш был роскошной длины в малом зале, значит, ну, в симхосторе кедуш делает перед акапотом чернина, да, кедуш делался на водку, и надо и надо слушать было тот кедуш в исполнении этого самого не рап гичи, конечно же, делал, а рап мотал делал, а тот кедуш, это всегда было нечто, туда напихивал все стихи, какие мог припомнить из всех молитв, был длиннющий, такой потрясающий красотный текст, так вот Раф Нафтали в этот момент, Раф Нафтали из Ропшевца, у него там тоже пожар случился, пока он там танцевал, то есть как бы все грозные знамения, причем, кстати, это странно, то, что это 14-й год, это для меня всегда было странно, потому что сам Зейр связывал вот этот скорый приход на шейх с наполеоновскими войнами, а все помнят, что в 15-м году они кончились, то есть там 14-й год, эти войны уже на излете, где-то, то есть война 12-го года, как известно, продолжалась до 15-го года, очень длинный был 12-й год, значит, да, но она не на территории Российской империи эта война шла, а в Западную Европу. И Рэбби Азейра в это время ушел себе в комнату, у него там свой, был ему кабинет, и когда жена Азейра вошла в комнату, где, должен быть, Рэбби, его там не было. В общем, короче, любленный Рэбби вылетел из окна второго этажа. почему никто не знает, потому что он сильно разбился. Сам он говорил, что ему подставили подножку с небес, чтобы он прекратил это безобразие с преждевременным приводом мосеха. Значит, он утверждал, что вообще должен был убиться, потому что второй этаж, речь идет о втором этаже над очень высоким помещением, поэтому это очень высокий второй этаж. Он утверждал, что из Верхнего мира его спасал магит из Кожан Этфера. При этом как-то ни странно, Рэби нашли не под окном разбившегося, а сильно далеко от дома. и, значит, все считали, что он скоро умрет, он дожил до ТЖВА, значит, по этому поводу, когда ему передали, что на радостях, что Зейр излюбленный разбился и сейчас умрет, Миснаги стали пить водку, он сказал, что когда я умру, они даже воду пить не будут. И действительно, он умер в ТЖВА. Это стиль, а Зейр излюбленный это стиль. Но вот такая история, она считается обязательным рассказом про него, потому что остальные истории будут о его предвидениях, о всякие истории, такие обычные для цадиков, кому хочется их почитать, я рекомендую посмотреть их изложение, я правда не очень люблю изложение там, и люблю ее проверять по источникам указанным, потому что довольно вольно у Бубера есть книжка, у Мартина Бубера, есть книжка Орга Гануз, рассказы о цадиках, она очень популярна, там довольно хорошо изложены эти рассказы, к несчастью, они несколько покоцаны по сравнению с оригиналами, но при этом яд может кому-то не понравится, как это сделано, но при этом это более литературно, чем первоисточники, первоисточники довольно слабо литературные. Хасидские рассказы надо еще уметь рассказывать, а на бумагу их положить, как они есть, может найти там эти истории, они симпатичные, но как бы да. Я собирался зачитать отрывок из его книги, но уже время подошло, поэтому сегодня мы как бы без этого обойдемся, вместо этого пришлось говорить скорее о теориях, чем о непосредственно его одном оттолковании псалмов, который мне хотелось прочесть, но как бы такого сорта оттолкования у хасидов достаточно, образцы могут быть похожие достаточно в других книгах, окей, ну вот как-то вот так на сегодня. Господа и дамы, дамы есть, дамы есть, окей, есть вопросы? Народ, вопросы? Ну хорошо, народ поражен лекцией, поедем вопросы. Видимо, да, Спасибо, очень интересно. Вот, Лена, молодец, хорошенько. Мне показалось, что этот человек, просто этому человеку надо знать, что он был, и на самом деле, еще раз, его вклад в хасидут намного больше, чем его имя. Вот это очень важное такое обстоятельство. Бывают такие люди, где их вклад, в свое время он гремел, да, вот в 20 веке был человек, чье имя это сын Рава Кука, чье имя гремело, но ни одной книжки не было. А я знаком лично с его учениками просто. И они все там, вот, закатив глаза, говорили о его выступлениях, такой вот, такой классический хасидский двор, хотя он не хасид ни с какого боку, но то самое. А потом вышла его книга, пятитомник, его кто-то все-таки в письменном виде изложил его лекции, я почитал, а потом все-таки честно признался, что вы тут нашли в этом. На что мне его ученик, он был молодым, понимаешь, говорит, когда он это читал, я посмотрел свои конспекты, у меня же конспекты сохранились, и в этой книге есть то, чего я записывал, там точно изложено, но почему-то, когда он говорил, это звучало потрясающе, это переворачивало душу и миры. В письменном виде это непонятно что. Вот есть такое, вот есть такое явление, которое надо знать, что некоторые люди в письменном виде не могут существовать, они только живы, не существуют, а вот на бумаге их как бы теряется то, причем я потом еще пару людей спросил, все они сказали, что когда он говорил, переворачивались миры и души, в письменном виде говорит, все безукоризненно изложено, это то, что мы слышали, но это не задевает. Почему не понятно. Ну вот в этом смысле Хозе излюблен вот такой вот не письменный рейд, но его влияние просто грандиозное. Ну вот так, да. Окей. Тов? Поблагодаримая Эмиро. Шабуотов. Шабуотов. Не Шабу, а наоборот. Мы за тобой вагоним воду. Мы за тобой вагоним воду, да, если считаешь Шабуотов. Какой у вас фон? Какой у вас фон? Я в восторге. На Халаот? Нет, нет, это фад. А, фад. Я помню. Нет, на Халаот есть подобные переулки, я даже помню, где это роскошь какая. Окей. Да. Ладно. Тогда всем счастливо. Всем счастливо. Шаббат шалом. Шаббат шалом правильный. Шаббат шалом. Шалом. Окей.